Всем привет, друзья! Продолжаем разбираться, как снимать крутое кино. И сегодня поговорим о том, что такое образы в кино, где они используются, как их использовать, и, собственно, как они помогут оживить наше кино. Погнали! Что же такое образы в кино? Образы — это сосуд и смысл, по сути. То есть, мы делаем какую-то идею, она может быть любой лёгкости, любой сложности. Банально это может быть идея того, что вот это вот зло, вот какое-то вот зло во всём окружающем мире, и нам нужно куда-то эту идею заполнить. И мы её заливаем в сосуд. К примеру, злодей. Вот злодей, какой-то человек, либо монстр — это сосуд для этой идеи. Иначе она просто растечётся. Мы её залили в нашего вот этого персонажа, и всё, это уже образ. То есть, образ — это сосуд, наполненный начинкой. И в кино так должен быть наполнен каждый сосуд. То есть, если мы добавляем сосуд, он должен быть с начинкой. Потому что, если этого не будет, произойдёт следующая картина. Человек будет сидеть в кино, смотреть кино, и когда он это делает, он всё просматривает как будто в мире Матрицы. То есть, для него есть только линии, цифры, всё остальное пустое. Он всё видит насквозь. Когда перед ним образ, к примеру, персонаж, наполненный смыслом, он не может просмотреть его насквозь, потому что он видит начинку. Это цельно. Это его завлекло. Когда он смотрит, к примеру, на фон, но в котором нет смысла, он видит его насквозь. То есть, здесь всё прозрачно, здесь как будто и нет ничего. И получается, что вот этот фон, там, к примеру, город или деревья, не наполненные смыслом, для него такая же картинка, как и снаружи, вне кинотеатра. То есть, он может выйти, увидеть деревья, увидеть город в таком же амплуа. А зачем ему тогда было смотреть это кино, если он не увидел в нём того, чего он не может увидеть в реальной жизни? А идея в кино, в принципе, в том, что оно даёт нам опыт, даёт нам мысли, даёт нам идеи, которые мы не успевали бы в полном объёме черпануть в реальной жизни. Там, объём приключений, объём каких-то мысленных выводов. То есть, он ускоряет этот процесс, он даёт нам больше опыта, больше информации. Поэтому, чтобы кино было живое, чтобы человек его воспринял, в нём всё должно быть образами, всё должно быть живым. Любой сосуд должен быть полным. К примеру, вот у нас есть олицетворение всего злого в персонаже зла, у нас есть всё доброе в персонаже добра. И фон. Это может быть просто на пофиги снятый там фон города, без смысла вложенного, без игры со светом, без ничего. А может быть что-то необычное. То есть, к примеру, выставить свет так, чтобы на фоне злодея был фон тьмы, на фоне героя фон света. То есть, даже такой уже простой приём делает хотя бы минимальный смысл в самом фоне. И фон приобретает смысл добра, тьмы со светом. Всё просто. Но этот микросмысл уже сделал эту картинку полностью живой. То есть, да, самый основной смысл у нас сосредоточен в героях. Вот в них мы не съём основной просыл. В них фильм появляется как что-то умное, что-то мега крутое. Фон же мы сделали по смыслу, конечно, чуть проще, чуть примитивнее. Но он и служит как фон. Только фон со смыслом. И человек, даже если это сразу не объяснит, он будет это просто чувствовать, воспринимая всё это визуально, всё вместе, как цельную картину. И мы уже сделали картинку живой. Как сложнее, к примеру, ещё там более глубокие образы, типа там извергающийся вулкан, над ним там молнии, шторм. А с этой стороны, где герой светлый, хороший, там поляна, освещённая солнцем, речки. То есть, тут будет вообще очевидно то, что жизнь забирает, лава соприкасается с миром света. По сути, пример точно такой же, как просто выставить свет. И это как показатель того, что такая мега крутая идея, такая идея, как просто показатель там. Свет, кстати, тоже символика. Свет здесь, здесь темнее. Под стать примеру. Так вот. Не обязательно всё время, чтобы это было чем-то дорогим. И таким прям вне сознания, что как мы это можем снять, и чтобы такое воплотить. Нет. Достаточно просто. Светлее, темнее. Это лишь один из всевозможных примеров. Но главное, чтобы мы поняли. Любой сосуд должен быть полным. Теперь же разберём уже подробно, где же эти образы могут быть, как это всё работает, как с этим работать. И в принципе всё понятно. Раз всё должно быть образом, значит, действительно, всё в кино является образом. Просто чтобы не запутаться, проще всего работать в режиме матрёшка. Режим матрёшка, это когда маленькая переходит в большое. Начинаем мы всегда, как правило, с основных действий фильма, возможно, с героев. То есть, с этого, к примеру, у нас начинается работа над сценарием. И здесь мы уже на первых проектах начинаем закладывать образ. Это обычно несложно. Мы уже сходу представляем, что олицетворяет злодей, что олицетворяет герой, к примеру. Но после этого надо каждый раз задумываться над тем, что же каждый объект обозначает. Вот, к примеру, меч у героя и щит. И герой хороший. Значит, и меч и щит должны олицетворять. Защиту невидных, наказание, злодейство и так далее. То есть, к примеру, сразу начинают придумываться какие-то визуальные элементы. К примеру, жестокость в фильме есть, там кровь, кровь, кровь. Но новичек героя крови никогда не будет. Он всегда будет на фоне солнца, на фоне лучей. Никакой, никогда не запачканный. Всё такое. То есть, олицетворение чистоты. Либо наоборот, это предмет может быть таким же однородным. И показываться, что он может быть как и добрым, так и злым. То есть, смотря в чьи руки он попадёт, здесь уже будет меч обычный. Такой, как и у всех. Но визуально, снимая его, мы будем показывать его. Что у одного героя, к примеру, на фоне света. У другого всё время в темноте и испачканный. В диалогах это акцентирует. Что он попал не в те руки. То есть, мы просто по накатанной идём от того, с чего всё начиналось. То есть, если это в его руках, для чего это? Почему это такое? Если этот фон вот сейчас здесь, почему он такой? Вот, придумали образ, значит, как мы его снимем, чтобы это показать? То есть, по сути, образ это не какая-то сверхзадача, которая нам усложняет работу и жизнь в кино. Наоборот, это наши лучшие подсказки, которые двигают нас дальше, в прогресс. И по итогу всё складывается в одно. Как матрёшка. В больше, в больше, в больше. И по итогу весь фильм это одна большая матрёшка, наполненная образами. Другими маленькими матрёшками. И этот фильм сам является образом. К примеру, жизнь человека должна собой нести добро, помощь людям и окружающим, давать свет этому миру. К примеру, вот такая вот матрёшка получилась. Вот такой смысл мы в ней несем. Я надеюсь, это видео было вам полезным, друзья. Скидывайте его тому, кому оно может помочь. Подписывайтесь, комментируйте, присоединяйтесь. Ведь впереди столько всего интересного. И спорт, и приключения, и про кино продолжим. Продолжаем снимать крутое кино в одиночку. Не только кино, и не только в одиночку. До новых встреч!